Я рад приветствовать вас на телеканале МПАК. В прямом эфире я имею честь приходить в ваш дом и служить благословением. И я не один. Вы видели анонсировку у нас сегодня в эфире на программе «Влияние» Адам Семенович Бондарук. Адам Семенович, приветствую вас. Спасибо за приглашение. Тоже вас приветствую. Старший пастырь церкви Вифания, епископ церквей Евангельского альянса. Христиан веры Ивановской Америки. Америки, да. Welcome, Адам Семенович. Welcome. Вы знаете, нам, кстати, 10 лет. Импакту 10 лет. Летит безжалостное время. И вы знаете, я сегодня вспоминал, как, находясь в самолете, в размышлении вошел в размышление. И я вспоминал, как все начиналось. Кстати, вы стояли у истоков 10 лет назад. На открытии в Гранд-Мэриот. Помню. Не только вы помните, но многие помнят ваше слово, которое вы говорили. И поэтому мы как раз этот период проходим. И спасибо за ваше участие. Восток дело тонкое. Пословица была восточной. И вы знаете, вы с первых дней со служением и с суппортом ваша церковь. Она стояла, как мы говорим, в авангарде того, что сегодня называется Impact Television Network. И кто-то на днях мне задал вопрос. Говорит, Юрий, вы состоялись или нет? Я говорю, ну, по большому счету, 10 лет это и период. Ну, если сравнивать с телеканалами, как ТБН, которому 42 года, нам еще идти и идти. Но, тем не менее, наверное, правдивую оценку только Господь дает и даст. По большому счету, только он вершина мастерства Господь и всего того, что названо профессионализмом. Мы только вот стараемся угодить ему. И, кстати, Адам Семенович, мы перейдем сейчас к интересной беседе с вами. Я возвратился после короткого отсутствия. И не менее сотни конвертов, сотни писем у меня были на столе. Я выхватил буквально за 30 минут до эфира. Поздравляем с десятилетием. Желаем Божьих благословений всем сотрудникам телеканала. А также продолжать эту работу дальше. Высылаю тысячу долларов в честь юбилея. Спасибо. Да благословит Господь проповедь Евангелия. Это брат Журовель из Кента. Это штат Вашингтон. Спасибо. Друзья, я всех просто не в состоянии читать. Я сделаю отдельный эфир, наверное, для этого. Мир вам, возлюбленные Богом, труженики канала. Сердечно благодарю за обширную информацию. Большом труде для народа Божия, который вы совершаете. Проповедя импакт, это служит большим назиданием для народа. Бог да благословит Ваш труд и для Его славы. Да, с молитвами о Вашем труде. Так. Дорогая команда импакт, поздравляю всех Вас с юбилеем. Мы с радостным сердцем участвуем в этом финансовом служении. Мы очень ценим Ваш труд и все, что сеется с экрана, который дает эффективную работу в наших сердцах. С каждым разом я утверждаю в том, что участвую финансово в больших Божьих проектах, таких как импакт, это привилегия для нашей семьи. Да умножатся строители Божьего царства здесь на земле. Искренне Ваш брат Аркадий и сестра Елена. Это Норс Холливуд, Восточный Голливуд. Друзья, спасибо Вам. Спасибо. Я обычно так говорю, все, что хорошее, это мы. Все, что плохое, это не мы. Поэтому спасибо, друзья. Искренне мы. Я благодарен Вам. Просто нет слов и чувств выразить вполне того, что значит для нас Ваша молитва, Ваша поддержка. Поэтому, Адам Семенович, кстати, поздравляю Вас. Последний? Нет, самый младший. Вениамин, это самый младший. В воскресенье состоялось событие. Вы видели? Женили. Обручили. Обручили. Или обручился, точнее. Или обручился, да, да, да. Поэтому мы поздравляем Вас. Вот Вашего полку растет. Растет полку. Спасибо. Ну, как бы сказать, вместе с этим хором, я, так сказать, искренне голосовываю. Я тоже рад, что Ваше служение прошло. Солидный этап. Времени, отрезок. В десять лет это что-то значит. Это три тысячи дней и ночей. Три тысячи дней и ночей, да. И больше даже. Ну, вы знаете, если бы не было молитв, те, которые стояли и стоят вместе, во-первых, это узкий круг самых близких. Это и жена, и родители, и близкие. Вот, а затем круг расширен посредством партнеров, которых Господь дал в служении, и молитвы, и финансы, и поддержка, но и служителей. Вот, посвящая в разных странах, в странах СНГ и встречаясь со служителями, я просто, когда слышу, говорят, что вы востребованы, что такое служение евангельских христиан востребовано, я в смирении, в благовении принимаю это просто как подарок Божий для Церкви последних дней. Поэтому, вот, ну, кто-то сказал, еще будущее наше впереди. Еще Господь с нами не окончил, и Божья воля да исполнится Его же крепкой рукой. Поэтому мы воспринимаем это как не наше, это то, что Бог дал. Мы просто были одними из тех, которые в свое время сказали Господу да, и все. А вот, а кого Господь использует, я люблю говорить, если Господь в свое время осла использовал, безымянного, почему он не может использовать, вот, кого-то с именем. И осла, и червя, и петуха. Да. Ну, похоже, что, как говорят таким внешним языком, вы вне всякой конкуренции, наверное, больше нет русскоговорящих ТВ-каналов. Нет. Есть в Казахстане. Ну, это в Казахстане, да. Больше нет. Больше нет. СНЛ, да. Да. Ну, это надо отнести к феноменальным явлениям в нашем иммиграционном процессе. Феномен. В чужой стране, далеко оторваны, как сказать, от корня, сумели организоваться и мощно подавать, Боже, слово. Вы знаете, несколько месяцев назад я сидел в Киеве с одним из известных депутатов. И он говорит, как у вас получилось? Кто за вами стоит? А я так посмотрел на него. Человек, ну, наверное, где-то приближенный к Богу, может и нет. Говорю, он в Бог стоит. Он не поверил, так посмотрел сомнительно. Ну, типа, что должен стоять вот с кошельком. Но мы, евангельские христиане, мы понимаем, что за всем тем, что Бог созидает, Бог и стоит, Господь и стоит. Поэтому я не буду говорить о том, что корабль непотопляем. Корабль, то есть, я говорил об этом как-то феномен. И причина непотопляемости корабля, и я помню ваш ответ. То есть, корабль идет уверенно, идет строительство, ремонт, я слышу. И Адам Семенович не изнемогает и не устает. Да, такой корабль Господь создал. Создал церковь. Не только там волны, врата ада не одолеют. В этом ее мощь, что во главе стоит, как мы говорим, капитан. Знающий, верный, который душу положил за церковь. Назвал ее своею и стал ее главою. Мы благодарим Господа, что мы в ее составе. Церкви. Как братство? Как, чем дышит братство американского континента? Дышим мы инициативой держаться, написано, исповедание, упование, неуклонно. Верен призвавший держаться истиной. Это непросто в условиях последнего времени. Непросто держаться истиной. Появилось всякое обольщение. А вообще написано, что это обольщение – это хитрое искусство. И Господь предупреждал. Когда ученики поинтересовались признаками последнего времени, Он не сказал, такая-то дата, такое-то событие. Он сказал, вроде бы незаметно. Берегитесь, чтобы кто вас не пристиг. Ну, ревнуем за чистоту ивановского учения. Ищем взаимоотношения. Мирационная церковь, она, так сказать, разноликая, разнообразная. В каждой регионы, штаты имеют некие особенности во всем. Ищем взаимопонимание, единство. Проводим церковные мероприятия, конференции, семинары. Поддерживаем созидание церквей. Пытаемся регулировать, когда возникают проблемы. А также правильно реагировать на знаки последнего времени. А эти знаки очевидны. Позвольте, тогда я прочитаю место, которое мне Господь положил на сердце до эфира. И, наверное, по этим знакам мы и пройдемся с вами в рамках нашего времени. Апостол Павел говорит, как мы говорим, юному Тимофею, «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые лестили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басне. Но ты будь бдителен во всем». Аминь. Но ты будь бдительный во всем. И, вы знаете, друзья, было у нас на сердце, я делал анонсировку, что мы будем с Адамом Семеновичем в эфире, было на сердце у нас немного приоткрыть завесу того, чем же чревато то законоположение, которое было насильно внедрено Верховным судом Америки относительно однополых браков, заканивания таких отношений. Поэтому это болью отозвалось в сердце народа, в частности, и служителей. И знаю, и вы скорбите по этому случаю. И здравый смысл говорит о том, что мы далеко зашли, к сожалению, к стыду, как страна, даже как церковь. Даже как церковь. Я не говорю о истинной невесте и голубице Иисуса Христа. Я говорю церковь в общем смысле этого слова. Не все таковые, тот, кто именует себя христианом, не все христиане, кто именует себя детьми божьими. Поэтому, Владимир Семенович, вам слово. То, что стало известно всему миру 26 июня решение Верховного суда Америки, это потрясло. Сотни миллионов сердец христиан и всех порядочных людей. Об этом пророчески сказало слово. Оно действительно пророческое. Хотя Петр сказал, имея в виду даже и Новый Завет. Мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Так вот, это пророческое слово, кстати, оно четко есть записанным в книге пророка Исаии. Третья глава, девятый стих. Выражение лиц их свидетельствует против них. И о грехе своем они рассказывают открыто, как садомляне, не скрывают. Горе души их, ибо сами на себя навлекают зло. Вообще, совестному человеку присущему стыдиться своих недостатков, он их скрывает. И мы понимаем, значит, есть совесть, есть стыд. Но не надо так открыто, это противоестественно. И мы, если с нас спрашивают отчета, то мы христиане. А что это значит? А мы, последователи Иисуса Христа, мы держимся в еванельском учении. Иванли Иисуса Христа. Учение Иисуса Христа. Это, как автор говорил, в прошли века свершилось преступление и озарило мир. Великое учение. И мы читаем, еванельный апостол Павел, последователь, бывший фарисей, противился этому учению, но был покорен. И он сказал, что надо знать Бога. А когда узнают Бога, нужно благодарить Бога. И мы Америку, ну, считаем, что это была, и хотим верить, что это христианская страна. Вы знаете, вызвало мою тревогу то, что даже бывший президент Америки Джимми Картер, кстати, на днях он заявил, что у нее раковая болезнь. И в серьезной стадии. Пошла во все органы. Вот вчера он заявил. Так, месяц назад он заявил во всеуслышание о том, что он поддерживает, к сожалению, к стыду. Когда это делает мир, понятно. Но я поставлю так вопрос, Адам Семенович. Как вы расцениваете высказывание целого ряда религиозных служителей, так называемых, христианских в Америке, которые, к общему удивлению, они занялись апологетикой этого садомского греха. И трактуют это следующим образом, что садомский грех, гомосексуализм, лесбианство, по Писанию, являются такими же самыми грехами, как и все остальное. В одном перечине апостол Павел в ряде мест перечисляет их. Поэтому, ну, давайте не будем об этом говорить. Мой вопрос такого содержания. Почему именно этот грех, садомский грех? Кстати, гомики, они страшно не любят, когда их называют садомлянами. У них просто, видно, есть подопека библейская. У них, говорят, даже меняется выражение лица. Они просят их называть другой ориентацией людьми. Но это садомляне, мы называем вещи своими именами. Почему грех садомлян, он не может быть равносильно и равнозначно поставлен в одном ряду, как вот некоторые трактуют даже служители с амвоном? Ну, я думаю, наша христианская оценка тогда будет веской. И она будет, может быть, даже покоряющей. Когда мы будем возвещать, как освещать. Человеку спотыкается, мы раз ему, освятили его дорогу. Может быть, он и выровняется. Поэтому наша оценка должна быть чисто ивальницкая. Придумывать какие-то на них оскорбительные названия не стоит. Вот так Писание говорит. Ему да, говорит. Как Содом и Гомора, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечно поставленной в пример, так точно будет и с семи мечтателями, которые не просто фантазируют, а скверняют плоть. Все тут конкретно, все тут очень ясно. Поэтому мы стоим на той позиции, мы так и говорим словами Писания. Прощает ли Господь грех гомосексуализма и содомский грех кающегося грешника? О, есть, безусловно. Все реки и хуления, Христос сказал, все реки и хуления, которыми люди хулили Бога, прощаются. Только в одном случае написано хула на Святого Духа. Не прощается ни в севом веке, ни в будущем. Это совершенно другой человек, кающийся грешник. Еще Иисус сказал интересную мысль. Мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Небесное. То есть, это на земле мы можем сказать, и люди даже, когда бывают гости, говорят, вот я был горький пьяница. Ну, как бы усилить свое свидетельство. Но в Царстве Небесном никакого намека, кем был этот человек. В Царстве Божьем спасенные, омытые кровью, прославленные бессмертием, окруженные Божьей славой. Все, никого намека. Почему? А потому что сила крови их очистила. И они сделали с наследниками человечества через признание Иисуса Христа своим личным спасителем. Поэтому кающийся грешник заслуживает прощения, потому что он кается перед Иисусом Христом, который сказал в Марка 2, 10. Чтобы вы знали, Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Вот как убедительно сказал наш Господь. В ряду, все-таки я хочу услышать ответ, в ряду других грехов, можем ли мы выделить грех более, ну, есть грех к смерти, есть апостол Павел говорит, грех не к смерти. Можем ли мы выделить наряду, Господь, однажды мы со служителями, с пастырями беседовали на эту тему, и я читал это место, где Господь конкретно этот грех назвал мерзостью. Да, так, ну, это можно прочитать. Совершенно верно, да. В украинском переводе слово мерзость, вы, наверное, знаете, что означает. Гедота. Гедота. Совершенно верно. Это ужасное слово, да. Вот тут написано. Левитам 18, 22. И дальше. Не ложись мужчиной, как женщиной. Это мерзость. И дальше. 23 стих. Ни с каким скотом. Не оскверняйте себя. Это оскверняйте. Ничем этим. Всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. Осквернилась земля. И я возрел на беззаконию. И свернула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте мои законы. И не делайте этих мерзостей. Все это мерзости делали люди с их земли. Чтобы и вас не свернула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свернула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то душа делающих это истреблена будет из народа своего. И так соблюдайте повеления мои. Конкретно. Тут не надо никаких изысканий, делать исследований. Обратились ученики. К Иисусу кажется безобидный вопрос. Ну, к семейной конфликте. Позволительно ли разводиться человеку с женой? А Иисус сказал, так вначале Бог же сотворил. Мужчину и женщину. И соединил их. Так а Моисей разрешил. А Иисус говорит, вначале так не было. Так не было вначале. И как это тогда назвать? Это называется, если вначале естественно, так Бог сотворил, природа такая чудесная, Божий замысел в соединении двух личностей. А если оно не так, значит, это противоестественно. О чем? Павел в Римлян нам писал. Это очень я... Мы вначале сказали, что мы Америку признаем страной, которая христианская. И мы здесь надеялись получить защиту, поддержку и свободно исповедовать свою веру. И мы не ошиблись. Так оно было. Но тут написано первая глава. Они, познавшие Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих. И омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Славу нетленного Бога изменили. Придал их Бог в похотях, сердец их, нечистоте. Так что они оскоренили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца, которая была сына в веки веков. Потому придал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление, противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то придал их Бог превратному уму делать непотребство. Они исполнены всякой неправды. Значит, это величайшее преимущество знать Господа. Но не для превосходства над людьми, не для гордости, не для использования славы для себя. Вот как мы достигли познания. Познали, и надо благодарить это честь. Мы посмотрим, Африка, джунгли, дикие люди, они лишены всех благ цивилизации. Поэтому, естественно, что у них и культы всякие там, может быть, необычные, верования, идолы, вот, они не познали. А мы познали. Значит, с благодарностью, и потому с благодарностью и любовью несут им весь, и Америка несут весь, в Африку, в джунгли Южной Америки людям. Это благодарность Богу. Мы узнали, и этим благом делимся с другими. Надо благодарить. Не вас благодарили? И вот, преданы превратному уму люди, которые этим занимаются. Смотрите, Адам Семенович, и как они не заботились иметь Бога в разуме. То есть, здесь некий ключ к тому, почему такого рода грех и извращение, оно имеет место. Каким бы соусом это не преподавалось. То есть, не преподносилось. И мой вопрос. Мы видим, что оно как-то, если раньше было более так мягко, более так хитро, завулированно внедрялось и предлагалась толерантность в церквах, на сегодняшний момент оно более так уже, более так вот настойчиво, более, и даже в так называемых христианскому толку церквах и динаминациях. А вот почему такой сдвиг и куда мы идем? Я об этом рассуждал, что мне, какой, ко мне пришло рассуждение, и я сделал такой вывод. Иисус говорил, это же глубокая истина, но так она просто выражена, вы соль земли. В другом месте, соль добрая вещь. Назовем так. Соль это такое вещество, которое сохраняет среду, где оно находится. Ну, где находится соль? Что мы с солью делаем? Ну, скажем, мы мясо просаливаем или там овощи. Так вот, присаливая овощи, мы просто повышаем их некачество. Огурец так, не совсем он такой безвкусный. Посоли там помидорчик. Улучшает качество этого продукта, а мясо сбери и ай. Соль земли. Мы, церковь в обществе находится. И ее присутствие церкви в обществе должно вот это действие соли производить, сдерживать общество. Я что заметил? Явно то, что доктринально церковь выросла в познании, изучении, исследовании. Вроде все нормально, но при всем этом исследовании библейских истин, совмещая исторические, археологические открытия, плюс сюда немножко философии. Они своими исследованиями подали сомнению божественной истины. То там не так написано, не так надо понимать. Позволили этой философии размыть четкость и непреложность истины. Она одна. Истина одна. Усомнились в ней. Они познали Бога. А, это слово, Юрий Михайлович, ты прочитал. Как они не заботились иметь боговрат. Позволили вместе с истиной фигурировать вот таким исследованием и этим самым вызвали сомнение. То было не так, и то не так надо понимать, и не такой перевод, все. И даже вот религиозные деятели, служители, видишь, есть же такая статистика. Столько-то процентов пасторов не верят в воскресение Иисуса Христа. Столько-то процентов пасторов не верят в непрочное зачатие Марии. Слушайте, вы кто? Профсоюзные деятели? Или вы специалисты в области там, скажем, инженерии или энергетики или кибернетики? Вы же пасторы! В чем же ваше пасторство? Если истина, на которой вы стоите, вы не верите, что она фундамент вашей веры. И так постепенно общество усомнилось в божественности Ивановского слова. И стало возможным появление, и есть целый ряд таких исследований, что в это включается вся система этого мира. Есть такое определение окно Авертона. Как только нужно какое-то продвинуть, даже очень несуразную какую-то мысль, они поддают сначала так. Ну, вот как история об этом говорит. Закрутили исторический сектор общества. А потом, как на это смотрит философия? А потом начинает определять, что это вполне возможно, начинает медицину сюда подключать. Это вроде как бы необходимо. Это военных человек, в данном случае. Это от природы так и не рождаются. Все общество начинает привыкать к такому венегрету, месиву. Слушайте, зачем исследование? Открывается еще на Писании, все станет на свое место. Вот почему я думаю, что это слово определяется как ключ, Юрий Михайлович. Это ключ. Они, познавшие Бога, не возблагодарили. А раз не благодарили, то уже в разуме не держится истина. Не заботились иметь Бога в разуме. Даже будучи в церквах, даже находясь и утешая, обманывая себя тем, что пастырь их или их деноминация благоволит к этому, это же дьявольская обман. И он находится в церкви, находится в отношениях, как мы говорим, находясь в этой мерзости однополой, и он утешает, убаюкивает себя тем, что он в церкви. А Бога в разуме уже нет. Да. Друзья, мы с Адамом Семеновичем Бондаруком, старший пастырь церкви Вифания, в прямом эфире сегодня с вами, и поэтому спасибо, что вы на влиянии, оставайтесь с нами. Не думаете ли вы, что тут может мы глубоко не пойдем в беседе в сторону Антихриста, не думаете ли вы, что это уже готовится некая платформа, далеко идущая, имея планы, мы говорим Антихрина, на то, чтобы извратить все, что может быть извращено, для того, чтобы все-таки достигать своих грязных целей? Безусловно, это имеет не костью, но прямую связь. Мир должен увидеть свою абсолютную беспомощность в решении проблем. вот сейчас идея глобализации, ну, ничего не выходит, например, не может мировое сообщество урегулировать конфликт, который в Европе происходит, не может, но считает, что все равно мы должны, мир идет к объединению, но таким важнейшим импульсом, аргументом, что это правильно, это полное бессилие, и экономика будет в развале, и конфликты будут нарастать, и стихии будут бушевать, и всякие смуты в государстве будут происходить, и вдруг появляется личность, именно с развалина выходит личность, которая наводит порядок, и все говорят, мир и безопасность, она к этому ведет, и вот этот грех, он безусловно не только личность разрушает, не только семью разрушает, этот грех разрушает общество, ну появится такая личность волевая, энергичная, переведет порядок экономии, восстановит взаимоотношения, будет сидеть за одним столом, и тогда скажет, мир и безопасность, вот на фоне таких руин, во тьме засиял так называемый свет, что и Израиль его назовет и признает мессией, потому что вековая вражда между арабами, понимаешь, иудеям будет решена через постройку Иерусалимского храма, это же его будет инициатива, построить храм, и даже место, кстати, в Давид Хосе издает журнал Вишен, и в одном из журналов панорама Иерусалима как известная, тут мечеть Амара, там дальше мечеть Алякса, он уже вместил храм, репродукция такая, мечеть Амара, и храм стоит, вот, а это же будет чье-то же вмешательство, вот как раз этот человек греха, с импогибели, проявит свою инициативу, позволит, арабам успокоитесь, евреям тоже нужно место для служения, вот такое. Почему? Почему нас не то, что заставляют, но нас сильно поощряют уверовать в то, что должен быть восстановлен Третий Иерусалимский храм, да, и христиане должны всячески содействовать, потворствовать, всячески спонсировать этот проект. С вашей точки зрения, даже исходя из нашего доктринального, догматического, богословского понимания этого вопроса, стоит ли нам, евангельским христианам, так рьяно, активно все-таки бороться за восстановление, потому что там или есть некая тут осторожность в этом вопросе? Есть такая тенденция, я, например, не слышал, но я не знаю, есть толкование Джан Хэгги, известный пастырь американский, он активно, активно собирает финансы, собирает, и финансы собираются исчисляемые миллионами долларов, десятками миллионов, для того, чтобы помочь иудейским раввинам воссоздать, восстановить и прочее, чтобы все-таки воссиял третий храм. У меня лично возникает опасение того, что евангельские христиане может и в душе, ну и даже наглядно какими-то методами или образами поощряя к этому или будучи благосклонны к этому, мы же понимаем, что третьего, то есть второго мессии дана не будет. Мы уже мессию получили, и нам восстанавливать, помогать евреям, восстанавливать иерусалимский храм, на котором воссядет антихрист, на котором воссядет на престоле, стоит ли этим заниматься? Я глубоко полез уже одолженно. Нет, нормально, это же сфера, где мы должны чувствовать себя своими. Рассуждать, вот где-то мы не так рассуждаем, но по крайней мере мы вникаем. В отношении храма стоит ли инициировать или поддерживать эту идею, это неизбежный факт. Это неизбежный факт, это Божье определение. Это тоже будет некий сигнал к дальнейшему хронологии дальнейших событий, потому что тут написано Павел Фессалоникийцем «Да не обольщает вас никто никак, день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, не откроется человек греха, сын погибели, противящийся, превозносящийся, выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет, 4 стих, сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Есть такое понимание, ну, в храме, в сердце сядет своей, так сказать, идеей. Ну, я стою на том, что это действительно будет храм, построенный из физического материала, храм, и это будет еще один момент в его пользу, что евреи, ну, как же так, столько храма не было, и я бы, сейчас они готовы сегодня, значит, строить, но не позволяет обстановка, рядом с мечетью, мусульмане никогда не позволят. Во время, кажется, Шарон шагнул на эту гору, чем спровоцировал целое восстание арабов, а это храм будет стоять, поэтому это будет в его заслугу и в его признание. Сядет как Бог, выдавая себя за Бога, и еще, я думаю, что постройка храма, это будет обозначать начало последней седмины, о которой говорил Даниил, это последнее, это будет начало. Потому что три с половиной года пройдет, и потом он вылетит. Это он будет как мировой правитель, так безобидно, все вроде, все нормально, мир, все. А потом он именно откроется человеком греха, сыном погибели, потому что сядет в храме как Бог и будет требовать божеских почестей. Этим оно, и потом ставит начертание и печати, этим он уже явится как личность, борющаяся с Богом, антихрист, рядом, такой же, как Христос, или вместо Христа. Вот он тогда уже станет действительно антихристом. А мы сказали, связаны ли эти события? Интересное место, Юрий. Пожалуйста. Даниила. Даниила, 11 глава, 37 стих. И о Богах отцов своих он не помыслит. И ни желание жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Так вот, есть такое понятие, вот он антихрист, и похоже, что он будет сориентирован на однополые отношения. Ни божества, ни жен. Они то будут, но ни божества, ни жен не уважит. У него совершенно другое. Поэтому это очень-очень связано. Я видел, как ликовал мэр города Сиатла. ликовал и прямо в прямом эфире пригласил, как он сказал, вот моя жена пригласил жену, и они вместе там радовались в прямом эфире, когда произошло это девство со стороны Верховного Суда, открытый гомосексуализм. Жена женского полного? Да, нет, мужского. Он мужик и партнер. И это насаждается отовсюду. Поэтому вот ваша мысль о том, что она скажем, она имеет основание для того, чтобы даже на основании этого места размахлять таким образом. как-то говорили, что это есть мы Павел Александром говорит четвертая глава 14 стих. Чтобы мы были твердыми и не поддавались ветрам учения и никакому лукавству человеку по хитрому искусству. искусству обольщения. Вот так вот оно потом и пастыры церквей, и лидеры. Но это как мы теперь располагаем информацией. Америка пытается не отстать. Но все мировое сообщество, даже высший орган мирового управления, организация объединенных наций, даже Папа Римский, кажется, католическая церковь всегда была строгой по отношению морали и нравственности. И Папа сказал, ну если Бог их такими создал, что же я могу сказать против? А, кажется, 2014 год в Организации Объединенных Наций был объявлен годом защиты меньшинств от дискриминации. Но меньшинств имелось в виду сексуальных меньшинств. Год защиты. Потому что в странах нарастали протесты, вот, и лидеры различных обществ выражали свое полное несогласие. Вот ООН решила защитить. Так что Америка в фарватере идет вслед за этим, пытается не отстать, хотя европейцы, вот даже братья приезжают, ну это пару лет назад, говорили на фоне Европы Америка смотрится непорочной девушкой. Ну, за 25 лет мы уже видели много перемен, к сожалению, мы сегодня свидетели такого проявления. Я задал вопрос, также находясь в Украине, человеку, который тоже, он не последнего десятка, он в политической жизни играет Украины. И я прямо задал вопрос в частной беседе, вот один на один мы беседовали, я говорю, как, каким образом вы ставите вопрос, ставя вопрос перед Европейским Союзом относительно желания Украины войти в Европейский Союз, каким образом ставится вопрос, что придет такое время, что потребует Европа от Украины, так как это требуется как условия обязательно, должно быть законоположение введено на всех уровнях, и бизнес, социальных, и политических, религиозных, везде, толерантность и прочее, прочее, сексуальных меньшинств, зная, что он участвует в этих заседаниях рабочая группа по евроинтеграции, я говорю, каким образом, как, вы же славяне, мы славяне, если вы говорили за, Адам Семенович, за католическую церковь, православная церковь, она очень категорическая, Абсолютно, я ничего не сказал. И это, и мы, мы как славяне, но нам неприемлемо такого вида извращения, ну, скажем так, 90, наверное, 9 и 9 десятых, он говорит, говоря откровенно, Юрий, мы просим на наших рабочих закрытых заседаниях, чтобы хотя бы поначалу не муссировался этот вопрос, хотя бы поначалу, говорит, мы реально понимаем то, что придет время и перед нами поставят конкретно ультиматум, но говорит, мы, я говорю, вы хотите сказать, вы сдерживаете это искусственно, да, мы сдерживаем искусственно, нам основное это избавиться от иго восточного соседа, ну, глядя на Европу, то есть восточный сосед, да, и я понял, что, я понял, что вот такая лакмус, ну, такой сладкий соус, как преподаваемый и желаемый украинцами, славянами, он имеет в себе определенную подопеку, определенную, и от этого не избежишь. Ну, мы тоже интересовались братьев, как вы, ну, на Украине, как вы смотрите на эту линию сближения с Европой, ведь там такая опасность, они говорят, ну, не так, она кажется, страшно, как вы думаете, Польша категоричная в этом, никогда там этот номер не пройдет, ну, Польша же не новый член ЕС, вот, Румыния тоже, кажется, и Румыния, поэтому мы вот располагаем этими, так сказать, данными, и мы, так сказать, примкнем к этому, в общем-то, меньшинству по отношению к Европе, но на самом деле я согласен, что это будет влиять на размер экономической помощи, все будет считаться, что вы не члены, а такие условные члены, если не будете выполнять, это да, это понятно. Дам Семенович, к знаменям последнего времени мы беседуем сегодня с вами в рамках нашего эфира, к знаменям ярко выраженным, кроме нами перечисленного, отступление, отступничество, моральное разложение, деградация общества, на всех уровнях и на всех платформах, что бы вы хотели еще выделить такое, ну, ощутимое и ярко выраженное? Ощутимое и ярко выраженное мы его затронули в начале, что сказали, Христос сказал, берегите, чтобы кто не плестил вас, значит, тот, кто обладает истиной, ты ее береги, купи истину, не продавай, говорил в притчах Соломон, истина, и церковь, она живет в обществе, и Христос тоже отметил такие процессы, такие закономерности, по причине умножения беззакония, во мной охладеет любого, и знаменем последнего времени является отступничество церкви. День тот, вот мы читали, мы так, за антихрист, а тут сказано, день тот не придет, доколе не придет прежде отступления. Это кого, от чего? Неверующие даже не приступали. они не приступали. Отступление и от чего? Ну, естественно, отступление от истины. И в этом знаке, который в Страсбурге, Европа на коне, это же откровение объясняет, что это церковь, отступница, даже именуемая блудницей. Да, обогренная, кровь, она блудница, как в физическом мире жена, изменившая, муж прелюбодействует или девушка опорочила свое девство, она блудница, так и она. Духовно она отступница, блудница. А на багряном звере это ее союз с властью этого мира, с правительством этого мира. Она заодно. Она обогрена кровью святых, потому что святые, на фоне святых, их жизнь будет ее обличать. И сегодня Юрий Михайлович, вы спросили, а как вот пасторы так заявляют, пастор большой церкви обнаружила, что регент и там какой-то басист или гитарист помолвились. Как это может быть? Как это церковь официально признает отступление церкви? И это тоже не придет этот день, пока не обнаружится отступление. И антихрист, он не просто будет именоваться доктор философии, доктор экономических доктор, профессор, гениальный. Он одновременно будет и с религиозной личностью зверь и лжепророк. Лжепророк – это духовная власть, вот она будет обольщать ту часть церкви, которая не сохранила истины, познала Бога, не заботилась иметь ее в разуме, не возблагодарила, и вот одобряет эти все грехи, и кажется, в эти дни проходит мировой форум восстания, религиозные лидеры всего мира, да, и там перечень, я не знаю, полный или перечень опубликовал, опубликовали в прессе, ну вот лидеры сидят задним столом, да, они обеспокоены, вот так оно мало-помало, это то, что мы раньше называли экуменическое движение, движение по объединению всех религий, вот тоже это признак, это в духовном, в духовной сфере это признак последнего времени. Помните ангелу пергамской церкви, Господь говорил, ты живешь там, где престол сатаны, и там и положительный, и позитив Господь выражал вот ангелу и негатив, а как-то я много лет назад учился в библейской школе на ЗБК в Москве, ЗБК, так называли, да, и один из профессоров на то время сказал интересную мысль, и она постоянно, он как-то она мне, я периодически возвращался к той мысли, думаю, откуда он такой интерпретации этого места, ангелу пергамской церкви, он говорит, он сказал так, придет такое время, когда церковь возьмет дьявола, сатану, церковь, и посадит его у себя на пьедестал, на платформе у себя, то есть на престол, да, и, 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 после этого урока мы так с некоторыми служителями, там в основном пастыря учились, мы так критики подвергли, вот, ну, что он такое говорит, и когда это последний год или два начало, я сразу начал вспоминать вот, толкование во свете того, что начало происходить, и, слышишь, динаминация за динаминацией, она сдает территорию, территорию, пять за пятью сдают, и, как-то, неделю назад позвонила одна семья, мне говорит, Юрий, мы с ужасом узнали, как пастырь, мы члены церкви, американской церкви, с ужасом услышали, узнали, что пастырь, оказывается, ну, совершенно другие вещи говорит, чем то, чему мы научены относительно однополых, как нам поступить, я говорю, у вас есть два варианта, или уйти, просто уйти, и не участвовать больше, как бы оно ни звучало в прямом эфире, резко и категорически, или вам идти на конфронтацию, подойти к пастыру и сказать, ты, пастырь, учишь не по Писанию, ты идешь против истины, ты идешь против слова, ты не имеешь права учить нас таким образом, говорю, молитесь, но я бы более склонным вам советовал к первому совету, просто уйти, найти здравую евангельскую церковь. Американские христиане это видят, есть люди богобоязненные, есть люди также, на которых, может быть, стоит знак, что не скорбят о мерзости, а которые совершаются в этой стране. Я не помню автора, но я читал из книга американского писателя, но на русском языке, «Звуки шафара». вот я бы порекомендовал захватывающая книга, «Звуки шафара». В наших книжных христианских мазинах она должна быть. Так там, значит, был старый пастор, ну, уже года его, заболел, все, ну, стали искать молодого, вот, нашли, объявляют в Ази, так как это обычно принято в Америке, вот, подают все свое резюме, и там, совет делает отбор, отобрали одного молодого человека, все, приехал, полный энергии, все, деловой, все так, начал, начал с обществом знакомиться, там, все по утрам, пробежки, в кафе там кушает, то с полицейским поговорил, то с бизнесменом, та-та-та-та, все, я пастор, все, стало общество расти, а в церкви сохранилась традиция, проповедь Иисуса Христа при том распятую. Ну, и бизнесмены стали жаловаться, говорят, слушай, пастор, когда мы приходим в воскресенье, мы хотим отдохнуть, отдохнуть в собрании, а проповедь о крови, востраданиях Иисуса Христа, она, знаешь, она... Будоражит. Будоражит, дискомфорт приносит, мы не чувствуем такого. А у него же цель, церковь растет, надо деньги, все без изменений, да, а хорошо, он чутко внимает им, так, жена пианист, так, проповеди у него уже перестали звучать о кресте, о спасении, о прощении, о покаянии, а жена поет по-прежнему, кровь Христа омыла меня. Он жене, слушай, перестань, мне люди жалуются. Жена стала, ему, слушай, да мы же эту истину приняли от Отца, мы так служили. Он ей сказал, я же тебе говорю, ты подрываешь мою стратегию, я приобретаю людей, а ты говоришь, и своими песнями о страданиях, о крови. И он ее, так сказать, приручил, и она поменяла репертуар песенный. Печальнейший финал. Миллионер уезжает где-то в свои деловые поездки, а жена нуждается в исповеди. И к пастору на прием один, два, три, и окончилось прелюбодеяние. И он, жена уехала от стыда, от боли, она замечала, чувствовала. Вот как падение происходит. Вот. Сначала перестают о грехе говорить, перестают говорить о необходимости покаяться, перестают говорить о том, что Христос грешников ожидает, он пришел их спасти, все, возвышенные темы, философские размышления. Вот. Ну, красноречие обольщают сердца и не понимают, что это их самих, не только общество слепой вожди, их самих ведет к падению. Вот в целом то, что церковь позволила сделать. Уже и того не надо, и того не надо, и в том мы сомневаемся, и то не так истинно, как говорили. В результате мир говорит, о, если вы сомневаетесь в вашей истине, то мы вообще и не верили, и в Америке, это же теория эволюции продолжает. Набирает обороты. Да, продолжает овладевать умами молодых людей. Сказал же Джордж Ульт, что из ста студентов, христиан, обучающихся в светских высших учебных заведениях, восемьдесят возвращаются атеистами. Не, не, они не однополые еще, они еще нормальные люди. Но Бога. Бога в разуме уже нету. Вот он процесс. И потому, что нам нужно делать, Христос сказал, бодрствуйте, и молитесь, и берегитесь, чтобы кто вас не плестил. А еще интересное есть слово про Канаума, вторая глава. Наума, вторая глава. Есть очень интересное слово. Первый стих. Первый стих. Поднимается на тебя разрушитель. Да. Охраняй, твердыни, стереги дорогу, укрепи чресло, собирайся с силой. Какая наша твердыня? Чем мы хвалимся? Какими знаниями? Какими титулами? Ну, там, учимся, присваиваем. Да не это же заслуживает. Мы, призванные Господом, получившие откровение, радуя Слову тому, как получившие великую прибыль, дорожим. Не поддаем ни наету сомнению Божье Слово. Это наша твердыня. Охраняй твердыню. Не позволь ревизировать евангельское учение. А Павел вторяет, он говорит, братья, посланники, стойте и держите. Стойте и держите. Я это рассматриваю как некий новый вид стратегии духовной. Когда мы были в подполье, как мы могли идите и проповедуйте всей твари. Да нам за детей за наших судили, лишали материнства, забирали детей. Невозможно было проповедовать. У нас была стратегия стойте и держите. И мы стояли, держали, детей учили, собирали. Сгрупка небольшой пишет поэт. Заведе в выбеленный дом и смиряясь телом и душою. Все просили Бога об одном. Тесные места, завешенные окна. Стояли и держали. Прошло время. Да, Бог свободен. Идите и проповедуйте. и мы пошли. Теперь опять. Проперять то возможно. Но надо так, чтобы твои твердыни были защищены. Сейчас же как, не столько война полевая, как, скажем, какие-то удары, например, ракетные удары, раз, там, базы разбомбили. Охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чесла, собирайся силами. Это то, что Павел сказал. Братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланем нашим. Данин Семенович, вы предварили вашим ответом мой вопрос. Вот как раз меня об этом и был вопрос, и вы ответили это сильно, это просто сильно. Первый стих, второй главы Наума. Спасибо вам. Время так сейчас быстро улетело. Вы знаете, было конкретно, определенно, то есть мы к чему-то должны готовиться определенному и не за горами, не за горами испытания церкви, не за горами трудности. И поэтому пусть эта программа будет этим набатом, друзья, набатом. Если не будет трубач трубить, кто будет к войне готовиться. Поэтому вот это мы сегодня и делали. Господь до благослови. Спасибо вам. Спасибо за приглашение. Хотел сказать, что мы жители Америки, христиане, находящиеся в Америке, по крайней мере наш календарь молитвенный содержит такие нужды. Понедельник нужда за город, в котором мы живем. И мы молим за Сакраменто, за Калифорнию, за города Америки, но за свой город, где мы живем. Вторник за единство церкви, среда за дело благовестия, четверг за молодежь, пятница за Божью благодать, в субботу за служителей, воскресенье за предстоящую церковь. Так что Америка в наших молитвах. По-новому для нас звучит слово молите за царей, за начальствующих, за правителей, чтобы проводить вам же стихую, безмятежную. сожалеем, так как мы имеем жизненный опыт того, что за этим последует. Мы знаем историю нашей страны, которая уже на карте мира не значится. Союз Советско-Советско-Советско-Республик. Мы знаем, почему это случилось. Боролись с Господом 70 лет. Господь победитель. Жалко, что целое поколение людей с упустошенными душами, вне всякого понятия, погнали за всяким духовным спиритизмом, чародейством, гаданием, мистицизмом, всякими тренировками йога, восполнить душевную пустоту. Но опять Господь любит нашу страну, тут, где мы жили. Опять там проповедь Иоанля. Мы бы не хотели, чтобы такая судьба постигла страну, в которой мы живем, и которая нас приняла. Мы благодарны Богу за эту страну. Молимся и верим, что истина восторжествует. Ну, на этом мажорной ноте мы уйдем из эфира, друзья. Не время охать и яхать, время молиться, восклонить головы, потому что приближается наше избавление. Поэтому спасибо, что вы были с нами. Будьте благословены. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok